Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал 7 Семян. Я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о рассаде. Я назову вам 6 основных пунктов, которые при соблюдении их точно у вас получится. Замечательная рассада, ну скажем, вот такого качества. Итак, пункт номер 1. Грунт. Состав почвы. Это очень важно. Почва для посева семян должна отличаться от почвы, в которой мы делаем перебалку. Для посева семян мы берем почву легкую и малопитательную, потому что семена у нас именно прорастают вот в такой почве гораздо лучше. И питанием на первом этапе совсем не нужно. Все содержится в самой семечке. А вот уже переваливать мы с вами будем уже в более питательную почву, для того, чтобы дать растениям все необходимые элементы, для того, чтобы они хорошо развивались. Поэтому пункт номер 1. Хорошая почва. Второй пункт. Это температура, друзья. Все. Большинство растений, которые мы с вами выращиваем через рассаду, это южные растения. И им для прорастания нужны повышенные температуры. Особенно это касается перцев. У перцев вообще очень интересная температура. От 27 до 30 для того, чтобы они хорошо и быстро проросли. Поэтому при посеве семян учитывайте индивидуальные особенности каждого растения. Но фактически можно сказать, что для всех растений одинаковый температурный режим после того, как они взойдут. То есть температуру мы обязательно должны понизить, для того, чтобы растения у вас не вытягивались. Температура дневная должна быть в диапазоне 20-22 градуса, а ночные 18 градусов. Вот тогда у вас растения будут толстенькие, хорошие и не будут вытягиваться. Третий важнейший пункт. Освещение. Освещение у большинства растений, которые у нас, опять-таки же, я говорю, южане, требуется от 12 до 14 часов. Поэтому, друзья, качественная лампа это залог хорошей рассады. Но помните, если у вас южное окно и солнечный день, и солнце у вас светит хорошо, тогда можно сэкономить. Можно выключить подсветку и включать только утром, рано утром и вечером. Досвечивать до 12 часов. А дневной период времени лампу не включать. Но если за окном пасмурно, тогда лампу нам придется включить. Это тоже очень важно. Потому что без качественной подсветки рассада у вас будет вытягиваться. А вытянутая рассада это всегда одни сплошные проблемы. Четвертый пункт. Полив, друзья. Помните, что рассада не нуждается в большом количестве воды. Даже напротив, большое количество воды всегда ведет к проблемам различного характера. Это могут быть различные грибковые заболевания. Поэтому при поливе и рассаде лучше поливать ее через поддон или же по краю сосуда. Или же, друзья, просто даже если вы поливаете сверху, то жадничайте. Почва между поливом должна всегда высыхать. И помните о том, что можно чуть-чуть недолить растения. Ну, конечно, не для сухарей, но растения, которые чуть-чуть подсохли, они развиваются гораздо лучше. То есть корневая система быстрее развивается в поисках воды. Это уже такое, скажем так, правило, которое всегда работает на рассаде. Поэтому с поливом всегда жадничаем. Пятый пункт. Кормление. Не закармливайте свою рассаду, потому что рассада, все питательные вещества на начальном этапе, с момента всхода до момента пикировки, не нуждается ни в каком кормлении. Все есть в самом семени. А вот после пикирования, если вы составите правильную почву с правильным составом, то тоже кормление отпадает всякая надобность. Поэтому, друзья, внимательно наблюдайте за своими растениями. Если вы замечаете первые признаки голодания, тогда можно покормить вашу рассаду любым удобрением, которое предназначено для рассады. Но дозу берите, если это неорганическое, то есть органоминеральное, то тогда берите дозу 1 третью. Лучше кормить чаще, но маленькими-маленькими дозами. Тогда растения все это усваивают без остатка. И последний пункт. Тара. Помните о том, что при посеве семян или при перевалке растения не нужно никогда брать большую тару. Особенно при посеве семян. Это тоже такой, скажем, закон природы, что маленькое семечко мы сеем в маленький объем. Если семечко чуть крупнее, чуть больше берем тару, но никак не большую. Любая большая тара способна загубить любое растение. Поэтому для посева семян берем объем тары где-то 50 миллилитров. Это самая лучшая стартовая емкость. И потом уже будем переваливать постепенно. То есть из 50 мы берем 200-граммовый стаканчик, а из 200-граммового стаканчика можно уже перевалить в пол-литровый стаканчик. Ну или же можно сразу, если нет такой, то миновать стадию 200-граммового, а сразу в пол-литровый и потом в литровый. Но это касается для больших растений, для таких как томаты, перцы, баклажаны. Если у вас нежные цветочки, тогда, друзья, по шагу, как я вам сказала. И чем меньше будет тара, тем она быстрее будет осваиваться корнями. И грунт будет не закисать. Вот такие вот основные правила выращивания хорошей рассады. У меня на сегодняшний день все. И помните, что для подписчиков канала «Семь семян» существует 10% скидка по промокоду. Вы сейчас видите его на экране. К рассадному периоду интернет-магазин подготовился во всеоружии. И там есть и вот эти прекрасные семена, и средства защиты, стимуляторы, различные удобрения, пролонгированного действия, обычные удобрения. В общем, вы найдете все-все-все. От лоточка до совочка и все средства защиты и кормления растений. Так что не забывайте, что в интернет-магазине существуют постоянные акции, постоянные скидки, условия доставки меняются. Так что магазин развивается стремительно навстречу своему покупателю. Так что я желаю вам хороших покупок. Не забывайте по промокоду. А я прощаюсь с вами и до новых встреч!